Привет, с вами Сойер. Сегодня хочу рассмотреть популярный вопрос, который задают на собеседованиях. Его в основном задают фронтендерам, но бывает и бэкендерам этот вопрос попадает. Причем, конечно, джунам задают его чаще, но бывает и медлам и сеньорам. Поэтому рассмотрю вопрос на таком хорошем технически грамотном уровне. Он будет полезен и джунам, чтобы понять, что им не хватает, какую информацию надо уточнить, улучшить. И сеньорам, которые, ну как минимум, просто повторят то, что они так знают. В комментариях, если я что-то где-то ошибусь, поправьте. Я же начинаю. Вопрос звучит следующим образом. Что происходит в браузере в момент, когда вы набрали адрес сайта, нажали Enter и до момента, когда запрос обработан и отображен на экране? Я не буду рассматривать, что там происходит в операционной системе, когда вы нажимаете на клавиатуру, какие прерывания, как это все обрабатывается. Это тема для отдельного видео на самом деле. И более того, наверняка никого не интересует ответ на этот вопрос именно с такой позиции. Поэтому начнем сразу с момента, когда браузер получил ваш адрес. Что в нем есть? В нем есть, первый, это протокол HTTP или HTTPS. Второй, это хост, по которому нужно сделать обращение. Ну, хост представлен доменным именем. И третий, это адрес ресурса, который нужно получить на веб-сервере. Он может быть как реальным, расположенным на физической файловой системе, так и виртуальным. То есть, по каким-то правилам веб-сервер должен выдать вам результат. Далее, после того, как браузер сделал разбор адреса, он берет хост и ему нужно на основе хоста получить айпишник. Айпишник это айпи-адрес сервера, где расположен веб-сервер. Для того, чтобы это сделать, нужно сделать резолв доменного имени в айпи-адрес. Для этого используется днс. Если ранее этот адрес уже использовался, то запроса к днс не делается. Он берется из локального кэша. Это важно, потому что с кэшированием доменных имен бывают связаны разные проблемы у клиентов. И вот здесь стоит отметить, что эта информация кэшируется. И если она уже была закэширована, берется из локального кэша. Вот чего здесь точно не надо рассказывать, это как идет обращение к днс. Да, здесь можно сказать про эзернет, про арп, про протокол разрешения и айпи-адреса в мак-адрес. Как это там все работает на первом-втором уровне модели usi. И это, в принципе, инженеры делают такое. Встречается, что инженеры начинают рассказывать, как работает весь стэк TCP и IP. И этого делать не надо. Я рекомендую останавливаться на третьем уровне, на айпи-протоколе. Именно вот рассказали, что сделали резолв в айпи-адрес. И этого достаточно. Дальше идти не надо. По айпи-адресу, соответственно, можно определить и установить TCP-соединение. TCP-соединение устанавливается и отличается от UDP тем, что оно осуществляется с подтверждением получения информации. UDP не ожидает подтверждения информации. Если при TCP-протоколе информация подтверждения не получена, то информация посылается заново. И для TCP-соединения есть важная характеристика. Это порт, по которому должно быть установлено соединение. Для HTTP-протокол это 80-й порт, это важно сказать. Для HTTPS это 443-й. После того, как устанавливается соединение, что это значит, что установлено соединение? При установке TCP-соединения идет обмен пакетами с флагами ASK, SIM, FIN. После того, как TCP-соединение установлено, важно отметить, что если мы взаимодействуем по HTTPS, то идет так называемое рукопожатие. То есть обмен сертификатами, проверка подлинности сертификатов, обмен публичными ключами. И здесь не надо подробно останавливаться, как это все работает. Но вот сказать, что идет установка доверенного соединения на основе сертификатов, нужно. После того, как соединение установлено, мы переходим к HTTP-части и формируем HTTP-заголовок. HTTP-заголовок это простой текстовый заголовок, где в самом начале идет строчка с указанием первого метода, getPost, которым мы хотим получить информацию. Есть и другие методы, можете рассказать об этом, можете нет. Дальше идет вот как раз тот самый location-ресурс, который мы хотим получить. И самое важное, далее идет версия HTTP-протокола, которая используется клиентом. Здесь можно сказать, что до версии 1.0 у нас не было поддержки виртуальных хостов у веб-серверов, поэтому нельзя было указать такой заголовок, как хост и имя сервера. Сейчас, начиная с версии 1.0, практически везде она используется, практически везде используются виртуальные веб-сервера, когда мы можем на одном веб-сервере хостить по факту несколько веб-серверов, разделенных по хостам. Поэтому в HTTP-заголовке указывается заголовок хост и имя хоста, который, как правило, совпадает с доменным именем. Дальше нужно отметить, что есть протокол версии HTTP-2.0, это самые свежие протоколы, а у Google есть протокол Speedy. Если это как бы вам интересно, можете погуглить и рассказать об этом более подробно. Но просто сказать, что HTTP-протокол 2.0 сейчас все больше набирает обороты. Дальше нужно сказать, что передается заголовок Connection Close, потому что некоторые браузеры умеют делать персистент соединения, и нужно указать, является оно персистент или нет. Это тоже более поздние версии HTTP-протокола поддерживают. После того, как мы сформировали и отправили HTTP-заголовок, получили ответ. Ответом является либо информация о том, что произошла ошибка. Здесь можно сказать о различных статус-кодах, но достаточно в то же время сказать, что в случае успеха приходит заголовок, в котором будет статус-код 200 и HTML-страница. И далее браузер берет эту HTML-страницу и делает парсинг. Вот в отношении парсинга здесь очень много полезной и нужной информации. Во-первых, нужно сказать, что HTML – это достаточно сложный язык, и он не парсится в один проход. То есть методы, такие простые методы, как топ-даун, когда мы в один проход сверху вниз прошли, или наоборот, ботомап, они здесь не работают. Алгоритм парсинга HTML закреплен в спецификации, и он достаточно сложный. Здесь нужно отметить, что, ну, как у любого парсинга, здесь классические части – это лексический анализ, когда выделяются лексемы и токены, синтаксический анализ, когда проверяется правильность верстки, ну, правильность самого языка, ну и, соответственно, сам парсинг, когда формируется дерево распарсенных элементов. Значит, при парсинге HTML создается DOM и CSS-OM, да, два дерева. И создается само непосредственно рендеринг 3 с набором элементов, на основе которого делается отображение. Также здесь нужно отметить, что в несколько проходов это все делается, и если на веб-странице есть скрипты, они могут изменять положение элементов, их размер. Тогда это все приходит к тому, что запускаются дополнительно процессы reflow и redraw, да, которые вот учитывают изменения, которые могут быть выполнены в рамках отработки скриптов. Таким образом, парсинг достаточно объемная задача, она делается в несколько проходов, в котором как минимум есть один reflow и один redraw, может быть больше. И далее формируется, собственно говоря, отображение веб-страницы на основе распарсенной информации, которая уже и отображается пользователем. На этом моменте ответный вопрос заканчивается. То есть пользователь дальше взаимодействует со страницей, и второй вопрос, который в дополнение к этому задается, это как работает браузер. И это вот в рамках этого вопроса уже можно рассмотреть все основные элементы, связанные с браузером. На этом первый вопрос закончен. Если вам интересно, чтобы я снял продолжение и ответил на вопрос в таком же стиле, как работает браузер, то пишите в комментариях, ставьте лайки. На этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.